Добрый день, друзья! С вами программа English 911 и я, Екатерина. Как всегда, мы встречаемся с вами с тем, чтобы разобраться в особенностях английской грамматики. Я получаю от вас письма и сегодня, как обычно, отвечу на три письма. Первое письмо я получила от Ирины. Ирина изучает деловой английский язык и недавно столкнулась с тем, что есть два слова, которые мы переводим как зарплата. Это слово salary и слово wage. Зачем же нужно два слова? Итак, первое слово salary. Мы используем, когда говорим о заработной плате сотрудников, которые работают в офисе. Обычно это специалисты, высокооплачиваемые специалисты, которые получают зарплату в конце месяца. Давайте напишем 30 дней. Они месяц отработали, в конце получают зарплату. К примеру, I'm a teacher, я преподаватель. I get my salary at the end of every month. Я получаю свою заработную плату в конце каждого месяца. Слово wage. Еще одно слово, которое мы тоже переводим как заработная плата. Однако, это слово употребляется, когда мы говорим о зарплате рабочих, людей, которые работают на стройке, либо на заводе. Обычно их заработная плата зависит от того, сколько продукции они выпустили, либо от того, насколько хорошо они работали. Слово wage мы употребляем от той заработной плате, которую люди получают в конце недели, либо два раза в месяц, либо даже когда мы говорим о зарплате, которую люди получают каждый день. Давайте напишем 7 дней. То есть в конце каждой недели люди получают зарплату. Повторим. Salary – заработная плата сотрудников, которые работают чаще всего в офисе. Высоко оплачиваемые специалисты. Wage – это зарплата рабочих. Даша задает вопрос о глаголе «смотреть». В английском языке есть огромное количество синонимов, и все слова переводятся как «смотреть». Однако, есть различия. Сегодня мы рассмотрим с вами 4 слова. Первое слово – «си» – «видеть». Обладать зрением. Каждый человек, практически каждый человек может видеть. Давайте, к примеру, нарисуем глаз. Мы все обладаем зрением и можем видеть. К примеру, «you can see me» – «вы можете видеть меня». «But I cannot see you» – «ну я вас не могу видеть». Следующее слово – «look». «Look» мы переведем как «смотреть». Очень частое слово. Мы чаще всего его употребляем. Обращаю ваше внимание, что слово «look» мы используем с предлогом «at». Я могу сказать «посмотрите сюда». Или же «посмотрите на экран». Или же «читай журнал». Я могу сказать «я просмотрела журнал». Слово «look» мы используем, когда мы что-то видим или на что-то смотрим непродолжительное время. К примеру, давайте нарисуем журнал. То есть мы, получая новый журнал, мы обычно его просматриваем, интересные статьи, картинки. Следующее слово – «watch». Слово «watch» мы тоже переводим как «смотреть». Однако слово «watch» мы чаще всего используем, говоря о фильмах, спортивных играх. Это слово используется, когда мы говорим о длительном периоде. Смотря фильм, мы сидим у телевизора не меньше, чем час или полтора часа. То есть мы скажем «I watch films» или же «I watch football sometimes». Давайте нарисуем телевизор, чтобы нам было легче запомнить. Телевизор мы смотрим долго. Еще одно слово, которое я хотела упомянуть сегодня – это слово «stare». Это разговорный вариант. К примеру, Даша, которая задавала этот вопрос, пойдет в какой-то клуб, оденется очень красиво, и какой-то мужчина будет на нее пристально-пристально смотреть. То вот как раз говоря о его взгляде, мы будем использовать слово «stare». Он не просто смотрит, он буквально пялится. Давайте нарисуем два глаза, на которые внимательно следят за тем, что Даша делает. Если Даша это не нравится, она к нему подойдет и спросит «What are you staring at?» «Что ты на меня уставился?» Но обращаю ваше внимание, что слово «stare» – это все-таки разговорный вариант. И общаясь с друзьями, либо же общаясь с вашим преподавателем, слово «stare» вы будете избегать и скорее будете употреблять слово «look». Даша, если остались какие-то вопросы, задавайте. А мы продолжаем. Следующий вопрос мне задает Бекназар. Бекназар задает вопрос о слове «freeze» и слове «congeal». Очень интересный вопрос. Честно могу сказать, со словом «congeal» я не очень часто сталкивалась. Эти слова мы употребляем, когда мы говорим о замерзании, либо изменении состояния воды, к примеру. Давайте начнем со слова «freeze». «Замерзать». Мы можем с вами нарисовать градусник опять, да. И у нас температура понижается, к примеру, минус пять. При минусовой температуре вода замерзает, то есть из жидкого состояния она превращается в лед. Мы скажем «the water freezes». Либо же, выйдя на улицу, я могу сказать «здесь очень-очень холодно». Я скажу «it is freezing». Очень холодно. Следующее слово – это слово «congeal». Вот так. Это слово мы скорее будем употреблять, когда мы хотим подчеркнуть, что что-то застывает. То есть не обязательно превращается в лед, а немного меняет свое состояние. К примеру, мы готовим холодец, либо же мы готовим желе. И из жидкого состояния, если мы его поставим в холодильник, оно начинает немного застывать. Вот в данном случае мы будем использовать слово «congeal». мы скажем «it congeals». Давайте нарисуем «желе». Да? Оно застыло и находится в желеобразном состоянии. «It congeals». Сегодня я приводила пример. Я выхожу на улицу, а там холодно. Я употребляла слово «freezing». Хочу обратить ваше внимание. Студенты очень часто допускают ошибку. Когда говорят «я выхожу на улицу», переводят «I go to the street». Это неправильно. В английском языке мы должны сказать «when I go outside». То есть на улице, в английском мы скажем «outside». Запомните этот пример. Это очень важно, не допускать эту ошибку. Ну что, друзья, мы разобрались. Если остались какие-то вопросы, пишите. Спасибо вам большое, друзья. С вами была программа English 911. Я Екатерина. Goodbye. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»